всем привет друзья с вами корвид мы продолжаем играть в кенши и так значит я вам сейчас немножко расскажу о том что случилось вне записи два отряда у меня теперь есть отряд воры и отряд аль корвид значит отряд аль корвид это по сути просто все мои люди которые находятся на основной базе и отряд воров это те люди которых я отобрал для того чтобы бегать по городам и лутаться то есть это у меня все войны вот эти зои это наш самый самый сильный самый топовый вор который может делать вообще все что угодно воровать у кого угодно где угодно в любое время суток короче она у меня офигенно прокачена вот так же у нас новый кстати грифин на и они у меня чуть позже расскажу вот и сейчас они у меня отправились в поход как раз таки в город с которой я и хотел в принципе начать этот выпуск но я до него немножко не добежал сейчас то тоже расскажу почему значит здесь у меня второе здание в нем у меня стоит научный стенд второго левела к сожалению книжки в нем закончились поэтому я больше изучать ничего не могу но за время внезаписи я довольно много всего изучил у меня появились даже новые категории вот то есть в принципе здесь ну как бы прям дофигище всего у меня стало нового учебный манекен учебная турель технологии учебный стенд третьего левела я уже изучил его нужно будет тоже обязательно построить продолжать изучать дальше защитные ворота всякие пандусы стены и свет ремесло тоже много всякого здесь мне нравится печана проб гигантская а нет или подожди да 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 вот печь она прям вообще гигантских какая-то хрень где науши строится как ино Jabera может быть я не знаю провизия лагерь здания тоже кстати у меня теперь открыты вот эти вот все то есть я теперь могу построить вот такое здание вот такое вот такой вот такой так коррами вот этого вот этого у меня по-моему нету еще. То есть, это, скорее всего, видимо, здание какое-то прям топовое-топовое. Крепкий дом. Подожди. Сарай. Ну да, видишь, его у меня нету. Вот. То есть, есть, в принципе, все вот эти здания. У меня нету вот этого здания. Я его построить не могу. Это, видимо, ну, наверное, на научном стенде третьего левела изучается. И нету вот такой вот башни. Вот. Ну, в принципе, пока что я не собираюсь строить город. То есть, это будет, ну, в ближайшем будущем, да, ну, как бы, ни сегодня, ни завтра. Вот. Значит, здесь у нас в моем обычном здании я построил вот такую штуку. Она очень удобная для хранения стройматериалов. То есть, здесь один слот, и в него можно запихать сразу 100 штук вот таких вот контейнеров. Это очень круто, потому что экономит много места. Здесь у меня такой же контейнер под ткани. Стоит печка. К сожалению, готовить я пока на ней особо много ничего не могу, потому что, ну, как бы, у меня ничего нет. У меня нету сырья, с которым можно приготовить, собственно говоря, сам продукт. Вот. На втором этаже у меня я поставил три манекена. Это улучшенные, типа, второй версии, которые качают персонажей, по-моему, до 11 плюс атака. Вот. Я поставил один манекен для убийств. На самом деле, не знаю зачем, но там будет тренироваться Зоя, когда вернется. Вот. Как-то так. И давайте теперь вернемся к нашим ворам. Ну, будут они, не наши пацаны, ребята великие. Значит, двигался я вот в это место. Вот. Вот в этот. Вот в этот, получается, город. Вне записи я был, ребят, вот в этом городе. Вот здесь вот. Это у нас обычный город людей. Он довольно скучный. То есть там, ну, прям вообще всего как-то мало. Нет, там есть все. Там есть и магазин с одеждой, и магазин для приключений, магазин там с едой, с инструментами, со всякой вот этой фигней. Там даже, по-моему, три или четыре бара было. То есть, ну, я столько не видел еще ни разу. Вот. Там я встретил Гриффина. Это, получается, персонаж тоже, как я люблю говорить, сценарный, да? То есть, его изменить никак нельзя было. Вот. И он, в принципе, довольно неплохой воин. Я за него отдал, по-моему, девять тысяч. Или, да, по-моему, девять тысяч, ребят, он стоил. То есть, это довольно много. Но, в принципе, он того стоит. То есть, он там прокачанный примерно по двадцаточке. Да, видишь, у него здесь двадцатка, здесь двадцатка. Тут тоже все прокачано в двадцатку. У него еще была атлетика тоже вкачана в двадцатку. Так что, ну, как бы, такой, вполне, такой крепкий среднячок. Поэтому я его тоже себе взял и именно добавил его вот к вот этим вот ребятам. Потому что до этого я бегал вчетвером. Значит, что дальше? Я планировал потом бежать вот в этот город. В нем начать уже снимать новый выпуск. Но, но, когда я к нему добежал, на меня напали. То есть, в этом городе живут какие-то еретики, какие-то, я не знаю, богопослушники, короче, хрен пойми кто. В итоге они почему-то подумали, что я какой-то богохульник, что я там вообще какой-то, короче, тварь конченая. Вот. И решили на меня напасть. То есть, они меня даже не пустили в город. Мне пришлось перезагрузиться, благо я сохранялся возле этого города и больше я туда не пойду. Ну, его нафиг, только если с большой армией, чтобы там просто всех перебить. Вот. И я так подумал, что, ну, наверное, надо... Я хотел вам на сегодняшнем выпуске показать воровство в зданиях. То есть, поворовать, грубо говоря, на сегодняшнем выпуске, полутаться, всякое такое. И когда я начал двигаться уже вот в этот город, я решил, что сегодня мы пойдем сюда. Здесь я еще не был. Вот. То есть, сегодня мы будем именно вот в этом городе лутаться. Я надеюсь, там никаких еретиков не будет. А пока я бежал, я встретил вот такую штуку, святая ферма. И в чем прикол? Я думаю, блин, надо, наверное, моим ребятам взять здесь еды. Я зашел вот в это здание и знаете, что я увидел? Торговца, у которого можно купить, мать его, животных. Прикиньте, можно купить животных себе. Наконец-таки я нашел, где эта фишка находится. Я думал, что их можно как-то притомить. То есть, допустим, можно изучить какой-то предмет, там, не знаю, может, миску с едой для животных, да, образно, подойти к дикому животному и попытаться его приручить. Возможно, это так и есть. Я не спорю, может быть, тут какая-то такая функция есть, но именно здесь можно купить себе животное. Блин, мы сейчас это с вами будем делать. Я хочу купить себе катапса. О, точнее, костепен. Я его постоянно называю катапсом. Это у нас костепес. Я возьму вот это, он стоит 3 800, в принципе, не так дорого и возьму вот этого. Подожди, 5 атак, а у этого 3 атаки. Или, может, одного взять. Ай, ладно, гуляй-то гуляй, давай возьмем двоих. Вот, и двух быков я тоже хочу взять. Двух быков, каких-нибудь таких более топовых. Вот, допустим, вот этого, пол женский и вот этого, пол мужской. Вот, отлично. Вот так вот, на 28 касиков мы с вами наберем сейчас животных себе. Нажимаем купить. Оу, я могу их еще и сделать. Смотрите, какой он красивый. Вот у него глазки здесь у него. Какой классненький. Так, а я не могу никак, а сейчас, подожди, а, я его могу здесь, наверное, просто переименовать, как бы, да, сменить персонажа. Я его, я его здесь, видимо, могу как-то просто переименовать, и все. Здоровье 77, сила плюс 20%. Домашний бык. Костепес, домашний бык. Домашний бык, пускай это у нас кто? А тут можно как-то понять, мальчик, девочка? Пол, нету пола. Как это нету пола? Там было написано, там же было написано, мужской пол, женский пол. Ладно, пускай будет домашний бык 1, чтобы я мог как-то отличить, костепес 1, домашний бык 2, и костепес 2. Вот так вот. Все, жмякаем, готово. А, слушай, ну это и правда как собака, да, я думал, что это какой-то, ну типа полуволк, полукабан, или что-то такое, это прям собака, реально. Все, нажимаем, готово. Эти ребята добавляются ко мне вот сюда, это хорошо. Я боялся, что они будут управляться типа автоматически, но нет, они управляются именно мной. А где еще один? Костепес, костепес, единственный в мире, малышка ты, серасик, где он? А вон он бегает, ни хрена себе ты ушел. А ну иди сюда, а где сюда, а где сюда. Так, и, что я еще хотел сделать, на вот этих бычков можно одеть специальные штуки, Зоя, где тебя носит. Можно одеть специальные штуки, но их надо сначала украсть. Одна у меня есть, мне нужна еще одна. Переходим в режим скрытности, где-то вот здесь вот я на них натыкался, пока я тут лазил, я их видел. Они здесь где-то, где-то были, вот они. Шанс 110%, они в принципе одинаковые, так что, ну я как бы возьму просто один и все. Так, оп, все, встаем, выходим отсюда, не давай мы сейчас оденем нашим бычкам обмен рюкзак. Ох, нихренаж себе. Ох, нихренаж себе. На-на-на-на-на-на. А собакам я могу что-нибудь интересно надеть, какую-нибудь приколюху? О, тоже могу, смотри, я тоже могу, получается, на костепса одеть рюкзак. Но, я думаю, что я этого делать не буду, потому что, ну, зачем это? Скорее, больше охранные такие будут у меня существа, для защиты. Вот. А вот быков я буду использовать как раз-таки в качестве груза. Все, все, ребят, можно двигаться дальше, здесь мне больше делать нечего, я еще для себя открыл прикольную функцию, это вот эта вот скорость, это означает, что все персонажи, которые находятся, ну, вот так вот, которых вы, вы выбрали и куда-то послали с вот таким вот значком, они все будут двигаться с одной скоростью, то есть, получается, со скоростью самого медлительного персонажа в вашей группе. Я раньше делал по-другому, я раньше сначала смотрел, кто самый медленный, потом выбирал всех остальных, кликал вот так вот, правой кнопкой, да, вот так вот, и нажимал следовать, оказывается, нет, можно просто так вот всех выбрать, выбрать здесь вот этот значок и просто бежать в ту сторону, куда вам нужно, все очень-очень просто, бугристый холм, бугристый холм, я надеюсь, что в этом бугристом, что это такое за значок, что в этом бугристом холме все будет у нас отлично, пацаны, вы что-то как-то странно, блин, движетесь, давайте вы как-то будете, ну, двигаться в одну сторону, кто-то дерется, кто здесь, вот это кто такие, паладин, святая нация, а, вот, кстати, вот эти вот, по-моему, пацаны на меня и напали, ну, не именно вот эти, святая нация, слуга, я не знаю, кстати, нападут ли они на меня, они вроде как не агрессивные, но с другой стороны, возможно, будут на меня нападать, ладненько, ребят, я сейчас тогда вне записи до бугристого холма добегу, и оттуда мы уже с вами продолжим, итак, ребят, дошли мы с вами до города, это на самом деле город тоже, по-моему, тех же самых еретиков, ну, то есть, как она, святая нация, да, но эти почему-то на меня не напали, никак не сагрились и ничего не сделали, я не знаю почему, вот, значит, мы сюда с вами зашли, давай посмотрим, что тут есть, я буквально только что сюда зашел, еще не смотрел, что тут есть за здание, у нас есть, во-первых, бар сразу же, да, давай мы у него будем, заходить, смотреть, может быть, я тут кого-то могу себе в команду еще взять, вот здесь какой-то сидит, пацан с эракезом, арамит, ты нанимаешь, сколько ты берешь, 3000, нет, 3000 это самый-самый слабенький, 3000 мне не надо, это, видимо, торговец, да, это скупщица, скупщица мне пока не нужна, не сегодня, так, все, больше здесь никого нету, то есть, никого я тут себе в команду, к сожалению, нанять не могу, давай смотреть дальше, что у нас здесь еще, здесь есть у нас броня, у нас есть еще один бар по соседству, так, ну здесь я думаю, что кто-то будет интересный по-любому, потому что, как правило, хотя бы в одном городе кто-то один интересный, но есть, так, это у нас наемники, телохранители мне не нужны пока, так, вот кто-то там сидит, о, какой-то, а, это у нас пластический хирург, да, я таких уже тоже встречал, а у таких персонажей можно переделать внешность, кстати, там что-то довольно незадорого, то есть, там 200, по-моему, монет стоит, или около того, так, чувак, это у нас обычный, да, торговец с едой, да, обычный торговец с едой, я немножко куплю у него пищи, ну типа, пускай будет, так, ну и давай смотреть, у нас уже 21 час, сейчас уже будем начинать воровать, так, здесь у нас инструменты, здесь у нас непонятно, что, бугристый хом, материал сторидж, о, это какой-то склад, слушай, интересно, это склад какой-то, надо будет обязательно его тоже чекнуть, здесь у нас одежда, тоже, надо будет обязательно чекнуть, ну это типа, основное здание, ну да, типа, бараки, здесь у нас бар, еще один бар, нифига, давай мы сюда сбегаем, так, и тут у нас, это тоже какой-то склад, это weapon shop, а, да, вот, смотри, оружейный магазин, ну неплохо, и с этой стороны тут еще какие-то здания есть у нас, так, 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 ну меня интересует мое любимое здание, я его пока так, так и не увидел, резиденция какая-то, армори, вау, армори какая-то, ни хрена себе, вот оно, мое любимое здание, сюда мы отправимся в первую очередь, наверное, потом уже в остальные, слушай, тут прям все есть, тут даже магазин, где чисто отдельные шлемы продаются, а еда, воу, сколько тут, блин, прям, по-моему, собрание всех магазинов, а что вот здесь у нас, ну здесь тоже бараки, да, да, тут чисто такое, но здесь, кстати, можно много чего интересного своровать, вот тут, вот тут и вот тут, по идее, там должно быть много дорогого лута, но мы это все, тему проверим чуть позже, чуть позже, сейчас нам пока надо вот здесь, побегать, посмотреть, тампо, в этом городе я отстойно быть женщиной, серьезно, на кой черт я вообще сюда пришла, тебе найми ты нужны, бродяга, клянусь, я буду очень упорно трудиться, если возьмешь меня с собой, ням-ням-ням-ням, навыки есть какие, я знаю, как вести себя в бою, а, ну это то есть у нас персонаж будет примерно как, ну как все мои, короче, воины, я так думаю, а нет, подожди, 3000 катов, что-то как-то дешево для воина, ну 3000 это прям, это прям очень дешево, да, у нее есть там какие-то навыки воина, я вижу, но прям очень-очень такие слабенькие, поэтому я ее брать не буду, хотя, почему нет, почему я отказываюсь, это всего 3000 катов, дополнительный персонаж, который мне обязательно пригодится, давай я все-таки ее возьму с собой, так, ну, пускай, наверное, остается так, я ее даже не буду менять, тампо, ну как бы и все, оставим как есть, давай я сейчас чекну, ну да, видишь, то есть она, ну прям такая, чуть-чуть буквально только, прокачена, ну, с другой стороны, за 3000 до этого, я покупал, ну прям, абсолютного нуля, да, у меня есть персонаж, Кабо, у него там, ну как бы, все навыки по единичке, я его брал за 3000, а тут, ну вот как бы, есть, смотри, там, 3, 6, ну, ну как бы, ну, ну хоть что-то, да, я прекрасно понимаю, что это, как бы, тоже ни о чем, ну, пускай будет, вот, значит, все, тогда мы выходим, значит, первое здание, которое мы будем с вами лутать, это у нас здание, находится вот здесь, вот оно, это первое здание, которое нужно будет обязательно облутать, я вам сейчас буду показывать, как, как я это все делаю, начинаю я, как правило, с 12 ночи, потому что в 12 ночи, ну, типа уже все ложатся точно спать, вот, если начинать вскрывать дома до 12, то есть вероятность, что кто-то еще не спит, тебя могут поймать за это дело, сказать, а-та-та-та-та-та-та-та-та, что ты пришел сюда, а-та-та-та-та, вот, значит, будем взломать тогда вот это здание, потом я хочу взломать оружие, потому что с оружием у меня тоже сейчас большие проблемы, у меня у всех еще старые пушки, а надо уже более-менее что-то новое, более-менее свежее, что не дает никаких отрицательных, отрицательных навыков, 13.40, ну, в принципе, можно попробовать взломать дверь, скорее всего, там, правда, будет все занято, точнее, там, люди спать еще не будут, ну, сейчас попробуем, посмотрим, что из этого получится, взлом провален, Зоя, да ладно, ты что, прикалываешься, Зоя у меня, кстати, прокачана, вот, у нее, взлом на 64, воровство на 61, по сути, я могу взломать, и вскрыть все, что угодно, и украсть, даже, вот, буквально, перед носом, практически, все, что угодно, то есть, она прям, вор у меня такой, топовый, уменьшаем ее скорость, чтобы она тут, потише двигалась, закрываем дверь, чтобы нас никто не запалил, и погнали, погнали, вот, он спит, плохо, что он спит на первом этаже, конечно, так, мне, мне еще будет нужна, тоже, обувь, тут мне взять нечего, обувь мне нужна, без отрицательных, характеристик, любая, абсолютно любая обувь, но, чтобы не было у нее, отрицательных, характеристик, вот, типа, такой, так, ну, один рюкзак, тоже, я думаю, стоит взять, подожди, ткань, да, ткань, тоже надо взять, о, тут еще такие, ну, возьмем, да, обувь мне нужна, потому, что у меня много персонажей, вообще без обуви, оставить им обувь с отрицательными, там, допустим, минус атлетика, минус скрытность, не особо хочется, поэтому, да, карта, а, подожди, в принципе, минус, если минус скрытность, то, в принципе, взять можно, почему нет, да, это если, допустим, минус атлетика, тогда лучше не брать, а тут, вот, видишь, минус скрытность, поэтому, вот эти мы возьмем, вот эти мы возьмем, скрытность, мне, по сути, нужна только одному персонажу, остальным она совершенно никак не нужна, у нас скрытая только Зоя, остальным персонажам, как-то, на скрытность, в принципе, по боку, так, тут тоже ничего нету, тут вот тоже есть эти штуки, пусто, пусто, 90%, видишь, у меня уже шанс вот такой вот ящик вскрыть, с вероятностью 90%, то есть, вот, настолько она у меня прокачена, так, а эти у нас, вот, здесь видишь, у нас, получается, минус идет на атлетику, поэтому, такие мы брать не будем, ткань, что-то как-то вообще, прям, скудно здесь все, как-то все, братанчик, скудно, рюкзак, ой, какой-то стрел, ой, что-то прям вообще все так плохо-то, а что все так плохо-то, рюкзак большой мне не нужен, ох-ох, ладно, тут, в принципе, тоже есть ящики, там тоже люди спят, ну, можно, я думаю, подняться, посмотреть, мне нужен воровской, воровской рюкзак, это самая топовая вещь, воровской черный рюкзак, это самая топовая вещь, блин, ее хрен, где встретишь, это очень и очень редкий предмет, он вроде бы есть, и его вроде бы нет, блин, нету, нету, на самом деле, что-то прям как-то тут все очень плохо, скрытность, так, 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 все, прям очень все плохо, я думал, что тут будет побольше всяких вкусностей, но, их тут что-то нет вообще, не знаю, с чем это связано, так, пацаны, что тут шляетесь, иди отсюда, так, сейчас мы тогда отправимся с тобой, в оружейник, к оружейнику, там кто-то, там кто-то уже дерется, кто-то бьется, кто-то дерется, кто-то бьется, так, оружейник у нас был вон там где-то, по-моему, да, вот здесь, вот это он, а, вот он, вот он, вот он, бежим сюда, бежим сюда, надо сейчас натырить кучу, кучу всяких вкусных оружий, я надеюсь, что получится много оружия натырить, мне нужны всякие катаны, одноручные катаны, которые не дают мне, никакого минуса к характеристикам, вот что мне нужно сейчас, в первую очередь вообще, тампо, пусть тампо, пусть тампо, пусть тампо, да, а, подожди, мне же надо было скинуть шмотки, у меня же тут куча всякого, давай вот так мы сделаем, тампо тогда все, всю эту тему поскидываем, чтобы она мне не мешалась, вот так вот, все, Зоя, погнали, сохраняемся перед входом, погнали, тащить ничьи, вот так вот вниз, не бегай, только пожалуйста, а то тебя услышат, фигня, тут вообще какая-то палка, вообще, как правило, в оружейных, самый топовый лут, вот в таких вот, сейфах лежит, тут тоже какая-то фигня, кожу я возьму, кожа пригодится, кожа, ткани, всякие вот такие вот вещи, их тоже надо собирать, и не обязательно пригодятся, так, ну вот здесь какой-то ящик, он пустой, контейнер, тоже там какая-то фигня лежит, что-то мне как-то пока не особо нравится этот город, да, здесь много магазинов, но что-то они какие-то пустые, у них не так много топового лута, ой, а чё так плохо-то всё, а чё ж всё так плохо-то, ёлки-матрёлки, я-то думал, здесь сейчас будет прям пир, а тут прям вообще ни хрена ничего нет, прям вообще всё пусто, слушай, куда я попал, вот здесь ещё одна штука есть, которую можно взломать, тут у нас челик спит, надо по-тихому пройти мимо него, так, штраф зданий, урон людей, но это возьмём, тоже вообще, слушай, вообще ничего нету, прикинь, вообще, а вот здесь ещё один сундук, я не знаю, почему прям ни оружия, ни брони, ничего вообще нет, ну, брони ещё как бы ладно, туда-то в принципе сходить ещё можно, вообще всё, а чё всё так плохо-то, а почему всё так плохо-то, офигеть, так, а что у нас здесь ещё за здания были рядом, барак, не, ну там мне делать точно как бы нечего, да, это у нас склад, я помню, какой-то был, да, здесь у нас инструменты, одежда, вот, 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 давай вот сюда сбегаем, 4 утра, блин, скоро уже все начнут просыпаться, обычно все просыпаются где-то, ну, где-то в 5-6, вот, у меня есть ещё час, Зоя, ты чё, блин, такая, такая медленная, чё с тобой не так, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, она целый час идёт, надо было вещи её скинуть, да, блин, я даже не заметил, что она такая медлительная, а чего она вообще такая, от этого меча что ли, чё он такой, тяжёлый, а, я не поставил ей бег, вот я дурак, я бег ей не поставил, пикинь, ёлки-матрёлки, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не надо меня видеть, так, взлом удался, ну, давай попробуем туда зайти, 5 часов 16 минут, я не знаю, получится, не получится, а, ну, тут, в принципе, можно даже и так залутаться, то есть, если я сюда приду, во время открытия, да, тут можно и так, в принципе, тоже полутаться, потому что я понял, что все те товары, которые продаёт торговец, они все у него находятся, не в его собственном инвентаре, да, а они вот где-то рассованы по всему зданию, поэтому, если ты, допустим, что-то увидел у торговца, то это что-то, как правило, можно украсть у него именно откуда-то, где-то там, из какой-то сумки, и так далее, домашний бык, мне вот интересно, как там у них по скорости, то есть, сколько им можно всего поскидывать, чтобы они, ну, типа, без проблем всё это дело могли таскать, так, а я кому-то тампу, тампу я поскидывал, тоже много всего, подожди, нет, обмен, вот, мы бычку всё это дело поскидываем, налегке он сейчас, нифига себе налегке, я ему уже столько всего поскидывал, ну, значит, классно, значит, будем всегда с собой брать бычков, почему нет, так, теперь нам надо ждать, пока откроется здание, пока откроется какое-нибудь здание, типа, типа вот это, типа вот этого здания, и тогда можно будет туда идти лутаться, всё, в принципе, здание открылось, теперь можно сюда заходить, открываются не все одновременно, если я сюда зашёл, да, то всё нормально, меня никто не видит, так, мне нужен кан, чтобы, ну, как-то отвлекать всех, кто тут есть, так, начнём, я не знаю, со второго, наверное этажа, отсюда уже вроде все ушли, тут есть какие-то бочки, ящики, которые можно попробовать залутать, а что мне нужно из одежды, из одежды, ну, опять же, ботинки, ботинки, если получится, да, какие-нибудь штаны, наверное, тоже, рубашки мне не нужны, рубашек у меня довольно много, подожди, а где зоины штаны, а где, а где штаны, зои, я чуть не понял, а чё она без штанов тусуется, чё за прикол, где-то, видимо, я их, наверное, случайно скинул, где-то я, наверное, прожал не на ту кнопку, они у меня случайно снились, по-любому, такое уже было как-то у меня, о, неплохие ботиночки, вот их мы и возьмём, так, ну всё, идём вниз тогда, смотрим, где у него ящик, ящики, как правило, у них вот здесь находятся, вот один есть ящик, один вот здесь ящик, всё? Больше ящиков нет, только два, что ли? Восприятие, минус пять, ну интересные такие латы, возьмём, у меня, по-моему, таких не было, так, подожди, чувак меня видит, никак не хочет на меня, получается, реагировать, да? Реагируй только на Зою, гад вонючий, на Кана, смотри, вообще ноль, на Кана вообще никаким образом не реагирует, так, всё, на Зою он никак тоже не реагирует, поэтому можно двигаться вот сюда, садимся, взламываем вот этот замок, смотрим, что здесь можно будет раздобыть интересного, сохраняемся, а, фигня какая-то, святой нагрудник, тяжёлая здоровенная хрень, от которой толку практически никакого нету, не кайф, не кайф, рубашки мне не нужны, ну, только если они не топовые, топовые можно взять, не топовые, не нужны, вот прям, прям перед носом буквально у них сижу, это всё из-за того, что она у меня прокачана, тоже куча, смотрю, всяких кольчуг, всякой такой фигни, ну, вот есть улучшенная, но тоже, типа, зачем, мне очень много, очень много минусов, да, и вот, вот у этих тоже довольно много, хотя вот можно майку взять, допустим, вот эту, она неплохая, ну, и всё, наверное, тут в бочке, ничего, слушай, ну, что-то мне этот город прям вообще не понравился, тут лута вообще никакого нету, интересно, тут прям какая-то фигня одна, я не знаю, какой-то очень бедный город, или как его можно назвать, прям дико бедный город, я даже не знаю, смогу ли я отсюда уйти как-то в плюсе, нет, ну, здесь есть-то, в принципе, магазины, вот, допустим, есть магазин с едой, да, это тоже довольно неплохой магазин, в том плане, что, ну, как бы у нас сейчас много, много получается воинов, да, много людей, и мне надо постоянно много еды, вот, поэтому нужно постоянно следить за едой, чтобы у меня всегда была еда, и чтобы она всегда была у меня в достатке, в смысле, ты меня видишь вот так вот далеко, ага, вот здесь уже не видит, далековато, что-то он меня видит, слушай, прям, прям далеко-далеко, тут пусто, тут больше ничего нет, а, ну, может, тут вот есть хлеб, но хлеб, хлеб я брать не буду, так, идем сюда, что у нас тут, опа, тут рыба есть, а тут, а тут ничего нету, так, надо, надо двигаться наверх, посмотрим, что тут у нас наверху, есть что, и наверху ничего нету, мне надо вот туда вот, назад к нему, зайти, посмотреть, что там есть сзади него, блин, а для этого мне надо как-то его отлечь, вот, отвлекся, отвлекся, отлично, заходим назад, присаживаемся, аккуратненько, смотрим, что у нас есть в бочках, тут вот, шаверма, шаверма, рыба, эту штуку я брать не буду, так, там пусто, говорит, промахиваясь, почему-то по кнопке, бочка, что-то тут как-то, даже с едой, все очень плохо, грог, рыба, слушай, а что все так плохо тут, вот в этом городе, тут прям вообще ничего нет, очень все плохо, ладно, у меня есть еще надежды на, на, так, ну, есть магазин со шлемами, давай мы у него тоже тогда, заглянем, почему нет, почему нет, может быть там какой-нибудь топовый шлем, я смогу обнаружить, блин, вот такие вот магазины, мне больше всего не нравятся, самые блин стрёмные, так, все следят за каном, да, значит, зою можно, вот здесь вот посадить, в скрид замок, собакин, ты что там рычишь, собакин не рычи, сохраняемся, тюрбан, смотри, какой-то есть, ну, слушай, это довольно неплохие, такие шлемы, возьмем, так, стройматериалы, обязательно возьмем, так, мне надо еще вскрыть, вот этот сейф, меня видишь, а кто меня видит, подожди, кто, в смысле ты меня видишь, ты же боком стоишь ко мне, в смысле ты меня видишь, как ты меня видишь вообще, как он меня видит, да блин, не смотри на меня, дебил, как он меня видит, отсюда, мне кажется, она сможет, да, да, отсюда она сейф открыть сможет, хорошо, блин, провалено, да ладно, Зоя, ты прикалываешься, что тут у нас но неплохо они это такие стремные на самом деле шлема шлемы шлема вот это вот я бы набрал 95 процентов меня могут принципе спалить поэтому мы делаем сохранение не спали так стройматериал я заберу нарушает закон все больше не нарушает закон так ну давай посмотрим что у нас вот здесь есть меня видят меня не видят вскрыть замок надо посмотреть если там кто-то сверху я думаю что есть потому что обычно таких магазинах как правило больше гораздо охранников они нету никого интересно ладненько давай посмотрим что у нас здесь есть сверху прям тут открыто ничего вообще ничего нет слушать прям я не знаю это наверно самый пустой город из всех которых я был тут реально ничего нет вообще вот здесь какое-то здание оно личное то есть если туда короче войду меня оттуда выгонят чертовой матери ну-ка попробую сохранюсь вот видишь тебе сюда нельзя что-то здесь делаешь уедет вот какой-то склад прям смотри офигеть я ушел чете надо я ушел оттуда чуть не надо от меня блин я хочу короче попасть в это здание тут это какой-то я не знаю что это такой склад это а это же эрмори да то есть тут у нас по идее должно быть очень много всякой брони вкусной интересной блин блинский ладненько ребят давайте мы тогда уже на сегодня будем заканчивать я не знаю мне записи сейчас возможно это здание как-нибудь залутаю может быть нет посмотрим но в любом случае на следующем выпуске я думаю будет еще интереснее с вами был корвит не забываем ставить лайк и подписываться всем удачи друзья и пока пока удачи